Приветствую, дорогой мой сын, психолог и художник Алена Лиев. Привет, Василий Магомедович. Слушай, мы с тобой будем проводить вебинары, там у меня уже в ответ на объявление уже две записки с вопросом. Что такое когнитивный, ну вот ресурс когнитивный, что ты подразумеваешь под этим, потому что много же разных представлений у людей. Давай. Да, Хасай Магомедович, дело серьезное. Когнитивный ресурс, эти когнитивные функции, в принципе, они делают из нас, из человека человека, потому что это анализ происходящего, это планирование дальнейшей деятельности, это мышление, это речь, это слух, это память, это удерживание задачи во внимании. Это не касается не только математики, а в принципе. То есть вот, в принципе, это важнейшие наши функции, которые позволяют нам, во-первых, как я сказал, быть человеком, да, в широком смысле. Во-вторых, это защитные функции, иначе без них мы бы были беззащитны, да. Можно проще сказать, творческие силы человека, нет? Можно, но вы уже мне вопрос такой задали. Вот я пытаюсь вам спросить. И тоже свое мнение спрашиваю, вот так можно или нет, творческие силы? Ну, можно, но у вас опять, наверное, кто-нибудь вопрос задаст для уточнения, а что это значит? Мне кажется, когда рассказываешь, это и память, это и твое мышление, это и к чему ты хочешь стремиться. То есть вот это мозговая деятельность, а вот в высшей ее степени вот она и бывает творческая, как вы говорите. Так вот это же важно, потому что она еще, эти функции, они еще и защитные, иначе вот без памяти, например, да, или без планирования, или без планирования какой-то деятельности предстоящей, или оборонительной, или наступательной, образно говоря. Ну, какими же мы будем людьми, да, то есть, естественно, это не современный человек. И это очень, то есть, это первоочередные вещи, и если они в ресурсе, образно говоря, то есть, батарейки заряжены у нас, опять же, мозг заряжен, мы себя полноценно чувствуем, мы себя чувствуем комфортно, уверенно, позитивно. Впереди у нас солнце, и, конечно, это творческое мышление. Ну, я понял, спасибо тебе большое. Я думаю, напишут под роликом еще вопросы, если там что-то непонятно. Ты видишь, у меня картина вон там вот, с букетиком, такой жених стоит. Это жених, да? У него очки подозрительные, я подумал, это какой-то разведчик. Краски, краски. Типа с букетиком. Краски еще нужны. Вот сейчас мне присылают краски, я вот список уже составляю поименно всем, кто не возражается. Спасибо сказать. В общем, списки обязательно сделаю. Так хочется сказать спасибо людям. Посылайте, посылайте, конечно, посылайте, потому что как раз как нужно, можно. Один тюбик стоит тысячу рублей, извините, вот этого хорошего акрила, а их надо на картину 70-80. Так же многословно. Зато потом можно... Чтобы картины были на века, потому что они... Что автор? Автора уже знаете, скоро наш Александр. Я ему дал такое прозвище партийное, кличка такая, знаешь, у него какая, честный купец, мой друг. Мы не знаем, привет, Александр. Да, он говорит, я тебе сделаю проект, и все твои картины будут во всех подъездах Москвы. Ну, в формате каком-то маленьком. Я говорю, как ты это сделаешь? Это, говорит, мое дело. Молодец какой, да? Ну, он честный купец, хороший парень. Я его очень люблю по-человечески. Вот он придет ко мне, через несколько дней мы с ним запись сделаем. Может, до вебинара с тобой, может, после. А после вебинара с тобой мы будем делать вебинар с Романом Газенко. Вот я ему тоже задам вопрос, что такое вот это вот когнитивные силы. Что скажет именно психолингвист с большущим опытом работы со словом? Он раскрывает сути слов. Ну, короче говоря, давай с друзьями сейчас попрощаемся. Нет, а если еще, короче, можно я скажу два слова, что будет на вебинаре? Ведь мы раскроем эту тему теоретически. Мы подключим практику, естественно, но чтобы человек мог, кто видит вебинар, кто его потом будет смотреть, повторяя эти действия, эти принципы, понимая ключевые. Векторы внимания, как вы говорите. Как вы хотите приемы покажешь? В режим восстановления и защиты, где вся Вселенная вас защищает, потому что этот режим санаторный для мозга, он формировался миллионы лет. И попадая туда, мы восстанавливаемся, укрепляемся, заряжаем свою батарейку, и вся Вселенная нас защищает на этом этапе, в этом состоянии. Да, вот как раз таки и там, как оказывается, все думают, что на самом деле оказывается, как раз таки там наши когнитивные функции, вот это все укрепляется и дает нам новую жизнь, светлую жизнь, уверенность. Ну, ты покажешь эти приемы, покажешь эти приемы, и там это все расскажешь еще раз, ладно? Хорошо, давай, я тебе... А я постоянно сейчас экстренную помощь бесплатную оказываю, потому что... Да, а вебинар платный у нас, ну платный... Вы опять говорить не даете, слушайте. Я не буду с вами вебинар проводить, но я это шучу, конечно. Если вы мне не дадите слова, если... Я не буду, шутка-шутка. Ну, ты видишь, я молчу, я сижу молчу. Ну, конечно, уже 10 раз перебил, я же хочу, чтобы доходило это самое все-таки, то, что я хочу выразить, но вы не даете. Мне кажется, вы все время воспитываете во мне вот эту стресс-устойчивость, чтобы она у меня все крепче и крепче была. Я думаю, что все со мной согласятся, ну, в основном большинство, что самые проблемы перебывать друг друга бывают и у именно близких людей. Ты же мой сын, а кого я еще буду перебивать? Я с тобой прямо говорю, как думаю. Согласен, но тем не менее, Хасай Магомедович, вебинар такой важнейший на носу. Ну, я же молчу сейчас, слушаю тебя и горжусь, и горжусь тобой. Слушай, ты давай, пришли свою эту самую ссылку, чтобы я указал, чтобы все на твой канал выходили, чтобы смотрели, что ты там говоришь-то. На свой сайт или что у тебя там называется? Да, там это самое. Пришлю, буду рад. Да, буду рад гостям. Слушай, ты видишь, у меня улыбка какая, да? Да, конечно, вижу. А я теперь только приглядываюсь, какая должна быть у них вот эта вот. Я же не учился классически рисованию, хоть у нас и много картин на выставках, и мои, и твои. Да, ну, слушай. Так он будет улыбаться, и он будет скромный такой, или застенчивый, или потерянный. Это свидание все-таки, там по-разному бывает. Особенно влюбился, вообще не знаю, что говорить. А он такие очки у него, может, не видишь? А это специально засекреченный, чтобы... Да, это не засекреченный. Это современный молодой человек, который немножко близорукий, потому что они не знают, как можно делать так, как вот ты на приемах показываешь. Но я сейчас не буду на эту тему, чтобы зрение было лучше. Ну, ты и покажешь эти приемы, как голову в шею, там, ну, ты покажешь все это. Давай, я тебя обнимаю. Шейли, шейли, гретки, привет, передавай мои. Обязательно. До встречи на вебинаре, всем привет. Всем всего хорошего, улыбнитесь и расслабьте плечи, и сделайте вдох и выдох. Пока. Давай, до встречи.